Слава Господу! Я хочу проповедовать о духовном росте, и это будет о нескольких важных аспектах нашей жизни. И за основу я хочу взять стих об Иисусе незадолго после Его рождения. Мы читаем от Евангелия от Луки 2, 40. Я прошу, если вы имеете Библию, откройте, пожалуйста, вы увидите это здесь в Евангелии. В Евангелии от Луки во второй главе с 40 стихом здесь говорится слово. Говорится о Христе, что младенец возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Здесь говорится о Господе Иисусе, когда Он родился, Он возрастал и укреплялся духом. Здесь говорится о духовном росте и духовном укреплении. Само собой разумеется, что Господь рос физически. Мы знаем, что Иисус становился старше, Он пришел в храм, когда Ему было 12 лет, было определенное событие, и когда Иисусу было 30 лет, Он вышел на служение. Само собой разумеется, Он рос, Он возрастал. Об этом также сказано в Луки 2, 52. Здесь говорится, Иисус же преуспевал при мудрости и возрасте, и в любви у Бога и людей. Здесь говорится, Он преуспевал в духовном и физическом. Преуспевал при мудрости – это говорится о разуме, о мудрости, которая была в нем. Говорится о возрасте, то есть это физической силе, физической крепости и развитии, которое было у Господа Иисуса, потому что Он был в физическом теле, в человеческом теле, но от Духа Святого. Он также возрастал в любви у Бога и у людей, то есть Он возрастал в уважении, в любви окружающих Его людей. Очевидно, Он был заметным мальчиком, ребенком, который был правильным ребенком, то есть Он был мудрым и Он был правильным в своих поступках. Мы нигде не считаем, чтобы Иисус, будучи младенцем или ребенком, Он не слушался родителей, Он вел себя неадекватно, нет. Но Библия говорит, Он, напротив, Он оставался в послушании родителей. Об этом говорится в Библии, в 51 стихе. Иисус пошел с ними и пришел в Назарет и был в повиновении у них. Господь был послушен земным родителям, Он не злоупотреблял своей властью, своим авторитетом Сына Божьего. Он повиновался им. Это удивительный образ смирения Иисуса, да? То есть Он был Богом во плоти человеческой, и Он был в повиновении находился своих родителей. И, очевидно, Его поведение вызывало внимание и уважение, и даже любовь окружающих людей. Он преуспевал в любви у Бога и у людей. Он преуспевал в премудрости и в возрасте. Но в 40 стихе мы прочитали, что младенец возрастал и укреплялся духом. Он укреплялся духом, то есть его дух становился крепче, сильнее, и он возрастал, рос духовно. И это Бог, конечно же, ожидает и от нас. Бог хочет, чтобы наш дух возрастал. Мы поговорим сегодня о том, для чего это нужно, потому что это необходимо. Чем это опасно? Отсутствие духовного роста или замедление духовного роста. И насколько это важно и полезно. Мы знаем, что кроме физического естества, у нас есть духовное естество внутри, то есть это сверхъестественное состояние. Это духовный человек, внутренний человек. Он рожденный свыше от Господа, то есть внутри нас есть духовная жизнь, созданная Господом. Эта жизнь происходит от Слова Божьего и Духа Святого, от возрождения человека через Слово Божье и Дух Святой, после покаяния и принятия Господа, после того, как человек отдает свое сердце, открывая себя для Господа, то в нем происходит перемена, называемое возрождение. То есть как будто бы он заново рождается. И есть начало, духовное начало, которое Бог дает каждому человеку. Это происходит именно в духовном рождении. Есть физическое начало, есть рождение человека, физическое рождение, но существует духовное рождение. И Господь сказал однажды, и это полезно всегда помнить, Он сказал учителю Израиля по имени Никодим, что кто не родится свыше, то есть кто не возродится от воды и Святого Духа, не может войти в Царство Божие. То есть важно не только поверить, что есть Бог, важно не только признавать Его на уровне разума, что есть Господь, что мы все христиане, разные формы служения, конечно, есть и восточная форма православия, и западная форма католичества, и протестанства, но факт возрождения имеет основополагающий факт вообще присутствие человека в Царстве Божьем. Без этого не может человек войти в Божие Царство, без рожденного свыше внутреннего человека, то есть без перерождения, без изменения. Вот почему у христианства существуют шаги веры, как покаяние, потому что покаяние, оно приводит человека к переменам, покаяниям. Потом Библия говорит о возрождении, о покаянии. И еще Петр говорит, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, то есть изменения, поворот. Человек участвует в этом, и Господь участвует в этом. То есть человек делает решительный шаг, он оставляет то, что не угодно Господу, он поворачивается к Богу, Бог в ответ, производит в нем очищение, освящение и новое рождение. Ну, можно в другом порядке сказать. То есть возрождает его, очищает его и освящает его в течение всей его жизни, чтобы человек, каждый был бы готов к Царству Божьему. Хорошо. Но существует духовный рост, существует рост вот этого внутреннего человека, без которого мы не будем угодными Богу, во-первых. Вы скажете, почему? Потому что мы будем младенцами. И младенчество, оно чревато, ну, как бы плохими последствиями. Павел говорит о том, об этом говорит, и Иоанн говорит, богослов, и говорит Петр. В принципе, все апостолы говорят о духовном росте. И эта тема, она интересует нас, конечно, верующих, потому что, прежде всего, это волнует самого Господа. Господь не только обеспокоен тем, что мы делаем, Он, в смысле, Он не только хочет, чтобы мы что-то делали для Него, Он хочет, чтобы мы были такими, как Он хочет. В принципе, то, кем мы станем во Христе, влияет на то, что мы будем делать. Скажите аминь, если согласитесь. Понимаете? Поэтому это все взаимосвязано. И Господь хочет, чтобы мы назидали себя, то есть строили себя духовно и практически проявляли свою веру. И если у нас не будет духовного роста, то у нас не будет и дел веры тогда, потому что наш рост – это рост веры внутри нас, возрастание веры, это возрастание любви внутри нас. Это одно из очень-очень важных. Это возрастание веры и возрастание Божьей любви. Что такое возрастание веры? Это возрастание непоколебимой уверенности, это внутренняя движущая сила, вера, которая направляет нас по жизни, смотря на Слово Божие, чтобы мы смотрели как на компас, сверяли, чтобы мы свой курс выравнивали относительно Слова Божия через веру. Потому что мы должны доверять Божьему Слову, не своим понятиям, не своим, может быть, человеческим даже чувствам, но доверяться Господу и идти, как в море, по компасу, то есть по направляющей, которую указывает нам Господь. Второе. Вера нам нужна для Божьих дел, вера нужна нам для спасения, вера нужна нам для хождения с Богом, вера нужна для очень многого. Но также важна и любовь. Любовь – это Божий характер внутри нас. Это духовный рост, который проявляет Божью любовь через нас, Божий характер, Божьи чувства, Божьи дела. Но я хочу еще сначала сказать о том, как Иоанн говорил. Иоанн говорил в Первом Послании, он сказал, что я вам пишу дети, я вам пишу отроки, я вам пишу юноши, и я пишу вам отцы. Здесь говорится о духовном росте, о неофизическом росте людей. Он говорит о духовном возрастании, и он обращается к разным уровням христианства, он обращается к разным уровням верующих. И интересно, что относительно каждого этого уровня существуют определенные характеристики. Иоанн говорит, я пишу вам дети, потому что вам прощены грехи ради имени Его. То есть то, что Бог связывает с детьми – это милость. Первое – милость Божья, милость Господа. Это очень-очень важно сейчас понимать, потому что родители, они благословляют детей. Родители благословляют детей и проявляют к ним милость. То есть дети не зарабатывают себе на хлеб в своей семье. То есть когда мы находимся в младенчестве, в детстве мы получаем милость, мы получаем подарки, мы получаем заботы. Бог очень снисходителен к нам, Он любит нас по милости своей, по благодати. И мы все получаем по благодати Божьей. Но наша жизнь может возрасти. Вы скажете, как мы можем возрасти? Библия говорит, чтобы мы от Божьего Слова возросли во спасение. Библия говорит, что как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него вам возрасти. Об этом пишет Петр. Первое послание Петра, вторая глава, второй стих. Он говорит, «Итак, отложивши там всякое коварство и так далее, лицемерие и зависть, об этом говорится. Всякую злобу, коварство, лицемерие и зависть и всякое засловие, как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него вам возрасти во спасение». Здесь предлагается нам словесное молоко, в смысле Слово Божье. И знаете, там в церквях, в тех церквях или храмах, где не проповедуется Божье Слово, где, допустим, исповедуется христианство, но где все осуществляется на уровне только некоторых доктрин. Очень трудно возрасти в вере. Я сейчас не хочу сказать, вот та церковь неправильная или та церковь неправильная. Я просто хочу сказать, почему многие люди не возрастают в вере, находясь в определенном месте. Я не хочу сказать, во всех местах, кроме нашей церкви. Нет. Во-первых, по одной причине, потому что они не слушают Слово Божье. Очень важно слушать Слово Божье на понятном языке. Вот почему Мартин Лютер, он хотел перевести Библию с латыни, чтобы люди понимали Евангелие. И когда он переводил Библию, это произвело духовный переворот в жизнях миллионов, сотен миллионов людей. Вот почему со старославянского переводили Библию пару столетий назад, чтобы люди могли понимать. Тогда была отмена крепостного права, тогда был Александр I, кажется, Александр II был царь, который отменил крепостное право, который победил Наполеона и который заботился о том, чтобы были библейские общества, чтобы народ получил истину. И поэтому были книгоноши, были люди, которые оставляли Библию просто на перекрестках дорог, чтобы люди могли взять и читать. И когда люди начали понимать язык, понимать язык Библии, то есть простым языком, они начинали верить. Их вера стала сильной, поэтому образовались евангельские движения. Поэтому христиане вспыхнули для Бога, они стали верить и служить Богу очень сильно, потому что вера отслышания, отслышание от Слова Божьего. Послание римлянам, 10 глава, 17 стих. Петр говорит, чтобы мы, отложившие всякую злобу и коварство, то есть все это злое и плохое, человеческое, плотское, возлюбили чистое, словесное молоко, чтобы от него возрастило спасение. Там, где останавливается духовная пища, там останавливается духовный рост. То есть человеку это важно. И вот для духовного роста очень важно следующее, это правильное питание. Чтобы мы питались Словом Господнем, тогда наша вера возрастает. Что происходит, когда наша вера растет? Павел говорит, что с возрастанием нашей веры мы увеличим в вас наш удел. Что такое удел апостола Павла? Удел или влияние служения апостола Павла это фактически служение Иисуса Христа. Это благодать Божия, которую Бог осуществлял через апостолов. Павел не говорил о своем человеческом влиянии. Он не говорил о том, что он каким-то образом повлияет на них, в смысле материально или как-то. Он говорит, что с возрастанием вашей веры, чтобы наш удел мог возрасти в вас. То есть когда наша вера растет, тогда Слово Божие и Дух Святой, и благодать Божия Иисуса Христа через апостолов, через большие божьи служители также, она становится нам доступной. Рост – это мера нашей готовности. Рост – это мера нашей готовности. Поэтому когда ребенок становится, младенец становится ребенком, он начинает ходить и так далее, что-то говорить, затем он становится подростком, отроком, и затем юношей он становится сильным. И Библия говорит, юноши, вы сильны, потому что вы победили лукаво, и Слово Божие пребывает в вас. Есть отрочество. Мы вернемся назад, и Иоанн говорит, пишу вам отроки, потому что вы познали отца. В отроческом возрасте подростки начинают понимать, каким-то образом понимать взрослых. Хотя существует конфликт, и он может иногда возрастать, потому что ребенок уже проявляет тверже свою волю, свои желания не всегда правильные и не всегда точные. его характер крепнет, и его воля становится сильнее, он физически крепнет, он желает проявить свои решения, он торопится, чтобы поставить свою точку над ее, свои решения и так далее. Но Бог учит нас, чтобы мы слушались старших, чтобы мы, даже если мы взрослые, мы следовали руководству лидеров, чтобы мы принимали начальство, чтобы мы слушались руководства, которые мы имеем, это в страны, конечно же, предприятия, конечно же, в церковной жизни и так далее. Бог хочет, чтобы мы были способными следовать, а также были способны руководить, если Бог возлагает на нас эту ответственность. Поэтому рост – это мера нашей готовности к чему-то. Павел говорит, когда ваша вера возрастет, то наш удел увеличится. И Павел говорил Коринфской церкви следующие слова. «Я не мог с вами говорить как с духовными, но как с младенцами, как с младенцами». То есть, когда Павел пришел в Коринф, то по причине их очень малого духовного роста он не мог с ними говорить на том уровне, на котором Бог хотел. Простите, он не мог говорить на таком уровне, на котором Господь мог бы употреблять апостола Павла, потому что они были неспособны воспринимать. Отсутствие духовного роста, оно делало их младенцами, и Павел просто снисходил к ним, и он говорил с ними как бы на совершенно другом уровне. Помните, Иисус Христос говорил притчами. Почему Господь говорил притчами? Потому что люди не понимали. Их сердце было ожесточено, и Господь должен был постоянно говорить на различных примерах. И Он описывал Божье Царство. Я стою перед вами также, находясь в Божьей школе. Мы все возрастаем. Я не стою здесь, как апостол Павел, или как Петр, или как тот, кто может с высоты своего роста говорить к церкви. Понимаете, я специально иронизирую. Нет, нет. Я также стою, чтобы научиться. Итак, для чего нам духовный рост? Рост – это мера нашей готовности, готовности принимать. Воспринимать, во-первых. Воспринимать Божье Слово. Воспринимать волю Божью. Воспринимать все, что говорит и хочет от нас Господь. Павел говорит, когда я был младенцем, я помладенчески мыслил и помладенчески рассуждал. Именно печальность младенчества в том, что мы помладенчески мыслим. Мы не мыслим так, как мыслит Бог. Что такое мышление младенца? Мышление младенца, оно эгоистичное. Он говорит мне, мне, дай мне, дай мне. То есть его мышление таково, что он хочет постоянно что-то. Он хочет еду, он хочет игрушки. Вы заметили это, да? Дети просят. Только закончилось Рождество, они уже пишут новое письмо Санте. Это реально я встречал. Письмо Санте, потому что в детском саду научили написать письмо Санте. А в конце я люблю тебя, мама. Он уже знает, что Санта это будет мама или папа. Понимаете? И поэтому еще прошло только неделю от Рождества. Уже игрушки как бы надоели. Уже хочется что-то другого. И поэтому новый заказ. Поэтому была попытка получить повторные подарки. Но пришлось объяснять, что Рождество бывает только раз в году. Также на день рождения они могут что-то особенное получить. Это мышление младенца. И в Каримфинам сказано. Первое Каримфинам, 13 глава, 11 стих. Когда я был младенцем, я помладенчески мыслил. Помладенчески рассуждал. Но когда я стал мужем, то есть мужчиной, я оставил младенческое. Видите, плюс духовного роста. Мы оставляем младенческие рассуждения. Мы перестаем так рассуждать, как раньше. Мы перестаем об этом думать, как думали раньше. Видите, когда мы духовно вырастем, мы перестаем думать по плоти. Я не хочу приводить примеры плотского мышления. Их так много, наверное, что невозможно в чем-то передать. Но наше плотское мышление, оно эгоистичное. И поэтому так как дети хотят, и они каждый день ждут, допустим, сладости, конфеты, каждый день они хотят получать что-то от родителей, особенное получать, независимо от их оценок, независимо от их поведения. Точно так же в нашей духовной жизни. Мы можем остаться духовными младенцами, если мы не будем расти, и мы тогда не можем воспринимать волю Божию. Мы не будем трудиться для Господа. Мы не будем понимать пути и шаги Господа, но мы будем как бы ждать и требовать что-то для себя. Понимаете? Мы можем находиться в церкви тогда много лет, и мы можем остаться духовными младенцами, но из-за нас самих, потому что мы не заботились о том, чтобы нам возрасти в вере. Иисус сказал, «Я имею много вам сказать, но вы теперь, сейчас не можете принять». Поэтому ученики были на определенном духовном уровне, они не могли все принять. Но Он сказал, «Когда придет Дух Святой, то Он наставит вас всему». Вот почему исполнение Духом Святым, оно дает нам духовный рост. Если мы исполняемся Духом Святым, мы начинаем как бы раньше понимать истины Божьи. И поэтому Христос был исполнен Духом Святым, и Он возвратился в Галилею. То есть это был уровень, духовный уровень. Он возрастал в премудрости, в возрасте, в любви у Бога, у людей. Он укреплялся, возрастал Духом, и затем в Его жизни произошел духовный взрыв. Это был такой рост, когда Он пришел креститься к Иоанну. Он принял решение, что Он совершит это. Это определенный духовный рост. Вы знаете, когда человек крестится, сознательно крестится, не в младенческом возрасте, но сознательно, это духовный рост. Он делает сознательный шаг. Если он не делает это просто под шумок, простите, заодно с товарищами, а делает сознательно, это определенный духовный рост. Затем, когда человек принимает крещение Духом Святым, исполняется, то это определенный духовный рост. Это можно сказать взрыв. И если человек, он пойдет дальше, исполняясь Духом Святым, то он будет исполняться Духом Святым, он будет возрастать в силе Духа Святого. И поэтому о Христе сказано в Евангелии от Луки, что Христос возвратился в силе Духа, в Галилею. И там говорится о двух духовных уровнях. О помазании, о уровне Святого Духа, то есть о мере благодати Божией и о мере, о уровне Его Духа. Потому что есть слово Дух с маленькой буквы, это в смысле Дух Иисуса, внутренний человек. И также говорится, что Он был исполнен Духом, в смысле с большой буквы, Духа Святого. Это тоже, здесь написано, Бладенец возрастал, укреплялся Духом, это с маленькой буквы, Его Дух возрастал. Но позже мы читаем Луки 4.1, Иисус, исполненный Духом Святого, возвратился от Иордана и возведен был Духом в пустыню. То есть здесь Иисус был наполнен Святым Духом, с большой буквы, в смысле третьей личностью Божества. Теперь Луки 4.14, здесь сказано, возвратился Иисус в силе Духа, это в смысле с маленькой буквы, в силе Его Духа. Его Дух был сильным. Понимаете, Бог хочет, чтобы наш Дух возрастал. Это зависит от нас. И, конечно же, помазание Духа Святого зависит от возрастания нашего духовного человека. Потому что, если наш Дух готов принять, то Бог даст нам. Если наш Дух не готов принять, Бог не может дать нам благодать. И поэтому пусть Господь поможет нам возрастать в вере, возрастать в любви. Павел хочет, чтобы мы возрастали, чтобы мы становились слушателями, то есть учителями, наставляли других. Чтобы мы могли из своего опыта поделиться, чтобы мы могли помочь другим, предотвратить их. Чтобы мы могли как-то предостеречь и так далее. Чтобы мы имели Божий характер, характер Иисуса. То есть, не спорили, не завидовали. Так много об этом, наверное, в Библии сказано. Но духовный рост – это то, над чем наблюдает Господь. И то, что Он ожидает от нас. Он зависит от нас. Поэтому Павел не сказал, это Бог вас так мало взрастил. Нет. Он сказал, что вы стали неспособны слушать. То есть, перестали слушать. Вы ограничены другими словами. Я не могу делиться вот этими делами. Об этом много нужно говорить. Видите, я не хочу, чтобы Бог, глядя на меня, такое сказал. Или на тебя. Я хочу быть готовым слышать от Бога. Я хочу разрастать так, чтобы Господь мог говорить моему сердцу. Чтобы мое ухо было духовно открыто. Поэтому как важно, чтобы мы слушали не то, что говорит мир. Чтобы мы не были подавлены, побеждены новостными полосами этого мира. Но чтобы мы, или конфликтами, или проблемами. Но чтобы мы слышали ясно голос Божий. И могли возрастать. Возрастать во спасение. Возрастать в служении. Возрастать и укрепляться Духом. Вот такой был Иисус. И поэтому Он возрастал, укреплялся Духом. И пришел такой момент. Не 20 лет, не 18 лет. Но почему-то 30 лет было Иисусу. И тогда Он в силе Духа вышел на служение. И Он сказал, Дух Господа на мне. Он помазал меня благовествовать. Поэтому, дорогой мой брат и сестра, я желаю вам всем, и в первую очередь себе, я желаю духовного роста. Я не определяю свой рост. Я не могу свой рост определить. Вы знаете, нам очень трудно определить свой рост. Физически там, ну, конечно, мы можем как-то там себя измерять. Как правило, нам нужна помощь других людей. Но я могу сказать, мы не можем определить свой духовный рост. И я также не считаю себя духовным отцом. Я как-то не могу это поверить до сих пор. И я думаю, что так оно и не есть. То есть, трудно увидеть себя отцом. Я думаю, может быть, я еще отрок. Может быть, я еще не стал даже юношей. Может быть, и в твоей жизни есть определенный рост, в котором ты сомневаешься. Но нам нужен тот рост. Те качества, которые позволят Богу нас употребить. Позволят Богу нам говорить. Позволят Богу, чтобы мы были такими готовыми. Вот как человек, он растет для чего-то. И родители хотят, чтобы он вырос до определенного возраста. Чтобы он делал, трудился, работал и так далее, и так далее. Чтобы он был готов, способен. Точно так же Бог ждет это от нас. Поэтому рост духовный – это не игра слов. Это то, о чем говорит Библия. Это то, что Бог ожидает от нас. И Он хочет, чтобы мы шли от веры в веру. То есть, от одного уровня веры поднимались выше. Не из одной веры, в смысле, из христианской в мусульманскую. Нет, конечно же. Это идет от одного уровня веры в другой уровень веры. Поэтому Господь учит, чтобы мы развивались так же в даянии. Чтобы мы ни в коем случае не понижались, чтобы наша вера не падала. Но мы бы так же сеяли и даже увеличивали. Увеличивали нагрузки. Вот как физические нагрузки. Их важно увеличивать. Постепенно, но увеличивать. Так и важно увеличивать наше служение. Стараться делать то, что хочет Господь. То есть, Бог смотрит на нас, как на своих детей. И Он хочет, чтобы мы возрастали в Его Царстве. Спасибо за внимание. Пусть Бог вас всех обильно благословит. Поможет всем нам возрастать в Господе. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!